здравствуйте дорогие друзья меня зовут юля и вы на канале о вязании сегодня поговорим с вами о моем новом процессе это кардиган который я называю деревенский или могу назвать дачным довольно таки простая модель но в этом видео я хочу вам показать как вывязывать или как формировать имитацию наружного шва то есть вот такую линию если вам интересно оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал ну и конечно ставьте лайки и так пробежимся немного по расчетам я показываю сейчас вам спинку кардиган вяжется легко перед сегодня не имеет смысла вам показывать я показывал предыдущем видео оставлю вам подсказку в верхнем правом углу если вас интересует можете нажать перейти посмотреть и там я даю вам более подробные расчеты сегодня же будем говорить с вами о спине такой наружный шов можете применить в любом изделии будто это джемпер футболка майка можете вырезать сформировать наружный шов по рукаву я также это буду делать вот начала не сразу также буду вывязывать имитацию горизонтального шва ну это уже с вами немного позже поговорим покажу вам поближе как это все выглядит ничего не просвечивается достаточно аккуратно если вы будете делать эту имитацию на изделие которые вяжете из тонкой пряжи тогда этот шов будет намного утонченнее так сказала итак смотрите чтобы у вас наружный шов шел по центру вам нужно чтобы количество ваших петель по спине было нечетное надеюсь это всем понятно вот например у меня по спине изначально было 19 петель 1 петля вот я ее выделила маркера 19 снимаем одну петлю остается 18 делим на 2 то есть по обе стороны вот этой линии у меня идет по 9 петель изначально шоу когда я начал уже вывязывать реглан и покажу как же провязывать мы будем работать только с этой центральной петлей и будет всего рапорте высоту 2 ряда то есть ширину это одна петля высоту 2 ряда и покажу как вязать я сейчас нахожусь на лицевом ряду вяжу полочку это у меня левая полочка затем провязываю часть узора и встретимся с вами когда довяжу вот до этой линии вы можете тоже для удобства выделять вот эту петлю центральную которая будет выполнять функцию наружного шва я всегда кромочную снимаю и полотно у меня вяжется лицевыми кроме бокового узора и так дорогие друзья дошла до центральной петли и мы ее просто снимаем вот просто снимаем за переднюю стенку сверху вниз сняли и дальше продолжаем вязать лицевые петли я провязываю до конца кардиган вот этот ряд кардигана и встретимся с вами когда я дойду до этой центральной петли на изнаночной стороне и покажу как мы будем провязывать эту петлю по изнанке нет ничего сложного я сейчас нахожусь на изнаночной стороне вот моя центральная петля смотрите перед ней находится как бы протяжка вот видно ну еще можно посмотреть на лицевую сторону вот эта петля вот так это все выглядит и теперь на изнаночной стороне мы эту петлю провязываем изнаночной и дальше продолжаем вязать то есть понятно нет ничего сложного на лицевой стороне вы снимаете центральную петлю ту петлю которая формирует ваш наружный шов имитацию наружного шва а на изнаночной стороне провязывайте изнаночной таким образом у нас получается вот такая объемная косичка я же говорю если вы будете вязать тоньше пряжей тогда она будет более аккуратная видите это имитация наружного шва надеюсь вам информация была полезной если так то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много всего интересного будем с вами вязать летние весенние изделия и мне будет приятно если вы будете вязать вместе со мной желаю всем хорошего настроения хороших новостей помните что я вас люблю ценю и всем пока пока